Мы решили приготовить обед и устроить девичник. Всем здравствуйте. Я видишь, ты что здесь делаешь? Что-нибудь случилось? Здравствуй, Даша. Здравствуй, как мальчики? Мальчики в порядке. А вот кое-что случилось. Пока ты тут вот своими переживаниями-то занимаешься, муж твой Василий разлучницу в дом привел. Как в дом? Жить? Ну, пока нет, пока просто так вот с сыновьями познакомить. Ну, так все вроде культурно. И что, мальчики с ней разговаривали? Ну, разговаривали, конечно. Что же, они же воспитанные дети. Отца уважают. Но муж твой Василий по дому ее водил, все показывал. А она охала-ахала. А потом вот они полчасика посидели и ушли. Вот так вот. Чай холодный. Господи. Что мне делать? Жить. А у меня нет. У меня нет никаких сил. Даша, есть у вас силы, вы просто этого еще не знаете. У вас знаете, сколько сил? Вы можете в горы свернуть. Льва, Льва, как он мог привезти ее в наш дом? А? Он же на мне крест поставил. Он меня в грош не ценит. Не уважает, презирает. Вот что, девочка моя, хватит страдать. Собирайся и поедем домой. Тебя там сыновья ждут. В конце концов, это твой дом-то. И никто не имеет права без твоего разрешения приводить туда, кого попало. А? Даша, вот сейчас, Никитична, абсолютно права. Ну что же так сразу раскисать? Даже если твой муж тебя разлюбил, он обязан тебя уважать. Мне тоже кажется, что вам надо ехать домой. Потому что ваш дом – это ваша крепость. Тем более там твои дети, они тебя любят. Никогда не бросят. Ну вот это вот, это правда. Так, собирай вещи. Где они? Я сейчас покажу. Ну что, сабли на голову? Нет уж, лучше дружим. Так, давай, пойдем. Давайте, быстро. Вот. Мам, ты куда-то собралась? А разве я не сказала? Нет. У меня сегодня первый рабочий день. В каком смысле рабочий день? Буквально. Ваша мама устроилась на работу секретарем в одну солидную фирму. Зачем? А как ты думаешь, зачем, Ром? Нам не на что жить. А разве дело только в деньгах? Мама, ты же никогда в жизни не работала. Неужели? А кто все это время вел хозяйство в этом доме? Мама, зачем тебе работать секретаршей? Ну, во-первых, не секретаршей, а секретарем. А во-вторых, вам известно, что в последнее время в нашей жизни произошли изменения. Ваш папа нас бросил и ушел жить к другой тете. Поэтому я решила самостоятельно заработать хотя бы один рубль. Это называется начать новую жизнь. И если вы хотите поддержать вашу маму, вы не станете доставать ее глупыми вопросами. Все ясно? Ясно. Здесь нельзя парковаться. Извините, вам нельзя здесь парковаться. Я с сегодняшнего дня работаю в этом здании. Здесь много людей работает. У вас есть персональное место? Нет. Наверное. Отгоните машину за угол. Там есть платная стоянка для рядовых сотрудников. Девушка, здравствуйте. Мне нужна компания морозов и партнеры. Поднимитесь на второй этаж, пройдете прямо по коридору и там предпоследняя дверь по коридору. Направо. Предпоследняя направо. Здравствуйте. Я могу вам помочь. Дело в том, что я заблудилась. А что вы ищите? Первую дверь направо. Ну, я думаю, вы уже пришли. Это здесь. Спрошу вас. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте, Леонид Петрович. Доброе утро, Вика. Дарья Александровна Булачева. Очень приятно. Очевидно, вы мой новый секретарь, да? Добро пожаловать. Спасибо. Я очень уважаю вашего отца, Александра Егоровича. Привет ему передайте. Обязательно. Вика. Да. Покажите нашей новой коллеге ее рабочее место и ведите в курс дела. Хорошо. Ну что, Вика, я готова. Что я должна делать? Меня зовут Виктория Георгиевна Симонова. Я главный референт директора. А вы? Вы будете подавать ему кофе. Я? Да. Не считая первой чашки. Почему? А потому что у нас так заведено. Первый кофе утром приношу ему я. Подаю свежую прессу и узнаю задание Нади. Хорошо. А я? А что вы? Ну, что буду делать я? А вы можете что-то делать. Простите, пожалуйста, у меня нет времени, чтобы показать вам офис, познакомиться с сотрудниками. Карина! Да? Это сделает другой человек. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Это Дарья Булычева. Я думаю, что вы знаете, что нужно делать. Очень приятно. Я Карина из отдела общественных связей. Идемте, я вам все покажу. Ну, вот, здесь у нас отдел планирования. Пройдемте дальше. Это отдел сбыта. Здравствуйте, ребята. Мы на секундочку. Пройдемте. Здесь наши маркетологи сидят. Это технический отдел. Здесь наши инженеры. Мы уже уходим. Их лучше не беспокоить. Идемте вот в ту дверь. Там у нас кухня. Мы там чай пьем, кофе. Вот, проходите. Если у кого-то день рождения, то с угощениями выставляемся мы тоже здесь. Вот, собственно, и все. Я вам все показала. Может, хотите чай, кофе? Нет, не хочу. Спасибо за экскурсию. Ну, я как-то не поняла, чем занимается фирма, и в чем, собственно, суть конкретно моей работы. Зачем вам это нужно? Как зачем? Я пришла сюда работать. А вы что думаете, я сюда пришла развлекаться? Так, кажется, я начинаю принимать. Вы подумали, что богатая дамочка с жиру со скуки бесится и пришла поиграть в деловую женщину. Спасибо. Ну, а чье место мне взяли? А у нас одна женщина в декрет ушла. А тут вы. Вот наш директор решил сделать вашему папе приятное. Ну, теперь я понимаю, почему Вика смотрит на меня такими глазами. Она сердится, что взяли… Непрофессиональную дуру? Да. Спасибо. То есть нет, но ей теперь придется за двоих вкалывать. Конечно. Нет, нет. Завтра в 16.30. Все, спасибо. До свидания. Так дело не пойдет, Вика. Я знаю, что обо мне думаете. Ну, уверяю вас, вы. Вы ошибаетесь. Я пришла сюда работать, а? Наравне со всеми. И не надо смотреть на меня как на пустое место. Говорите, что я должна делать. И я справлюсь. Замечательно, замечательно. Значит, так. Вот, пожалуйста, мы берем письмо нашим партнерам в Калуге. Здесь пять страниц. Шеф прочел, сделал правки. Вам нужно отмечатать начисто в двух экземплярах. И на стол, мне в папку для подписи. Вот, пожалуйста, садитесь. Ваше место. Трудитесь. На когда? На вчера. Действуйте. Действуйте. Давай, он выключается. Алло. Алло, Рома, это я. А, мам, привет. Как там первый рабочий день? Нормально. А, можешь говорить громче? Плохо слышно. Немал. У вас там что, тайная организация, что ли? Не боюсь. Слушай, мне нужна твоя помощь. Что случилось, мам? У меня компьютеры не включились. А ты кнопку нажимала? Экран не зажигается. Тогда позови лучше кого-нибудь, мам. Или посмотри под столом. Там системный блок. А, есть такое. Там тоже кнопки. Найди самую большую кнопку или позови кого-нибудь. Нельзя. Тогда нажимай сама. Так. Нажала. Что мне дальше делать? Теперь садись на стул и жди. А если не получится, то... Мам, давай лучше заеду за тобой и заберу тебя домой. Не смей грубить матери. Ох уж эти дети. У сына копье-то сломалось, а вот звонит, не знает, что делать. Когда она учится самостоятельности? Экран зажегся. Ага. Сейчас зажжется опять. А, зажжется опять. Ой. Фух. Ладно, спасибо. Не за что. Целую. Пока. Я с мамой. Я побежала собираться на работу. Давай. Я открою. Доброе утро. Что вы здесь делаете? Кто там пришел? Никто. Впервые слышу, что я никто. А вы зачем сюда пришли? Я же просила вас не видеться с моей дочерью. А я ни к Марине пришел, я к вам пришел. Нам надо поговорить. Вы могли мне позвонить и назначить встречу. Я звонил вам много раз. Вы не берете трубку. Нам не о чем разговаривать. Ошибаетесь. Я жду вас в машине. Марго. Марго. Марго, подождите. Марго. Марго, остановите. Мне надо с вами поговорить. Я уже давно хотел с вами поговорить. Поговорите. Марина рассказала мне, что 20 лет назад вы пережили авиакатастрофу, когда летели из Москвы в Париж рейсом 1287. Правильно? В этой катастрофе, как писали газеты, выжил только один человек. Маргарита Новикова. Получается, это вы. Допустим. И что? Теперь все встает на свои места. Теперь все понятно, откуда у вас такая осведомленность о моей личной жизни. Вообще, конечно, невероятно встретить человека через 20 лет после гибели своей жены и человека, который находил с ней в самолете, разговаривал с ней. Вы ведь сидели рядом, насколько я понимаю. Марго, вы последний человек, кто разговаривал с моей женой. Ну что? Что вы от меня хотите? Я хочу поговорить о Кате. Я просто хочу, чтобы вы вспомнили, в какое-нибудь настроение, в чем она была одета. Господи, столько лет прошло. Какая разница? Вы говорили обо мне. Да. Марго, я понимаю, вы... Вы думаете, я сошел с ума, и... Вы не понимаете меня. Вы... Да и не надо меня понимать. Вы просто попытаетесь вспомнить. Марго, я... очень виноват перед Катей. Все эти годы я мучился, и... Но когда появились вы, у меня появилась надежда, что в последние минуты своей жизни Катя, ну, не очень ненавидела меня, и... Вы знаете, я очень сочувствую вам, правда. Столько лет прошло, я... Я не помню точно, но... Мне кажется, что она не ненавидела вас. Она была несчастна, одинока, подавлена, но... Ненависти к вам у нее и не было, я точно знаю. Марго. Марго, вы знаете что-то большее, но не хотите мне говорить. Почему? Дмитрий Александрович, я не желаю вам зла, но если вы... Позвольте себе и дальше общаться с моей дочерью, вы узнаете, что такое настоящая ненависть. Отпустите. До свидания. Позвольте себе и дальше. Я зайду в министерство и уже не вернусь. До свидания, Дарья Александровна. До свидания. Рабочий день закончен, идите домой. Я немного задержусь, можно? Ну, как хотите, всего доброго. Даша! Я ухожу. Ключ оставите на охране, когда закончите. До свидания. До свидания, Вика. До завтра. Так, я смогу. Я смогу, я смогу. У меня все получится. Все получится. Ух ты, мамочки. Доброе утро. Здрасте. А что это вы в такую раннюю здесь делаете-то, а? Да, вы работали. Ну, такое дело. Бывает. А который час? Он же. Скорость семь часов. Да вы что? Да. А во сколько здесь работа начинает? В девять? Это вы в девять. А вы в шести утра на ногах. Здрасте, мам. Мам, здрасте. Тишина. Юджина, ты что здесь делаешь? А? Здесь же посторонне-то нельзя. А я не посторонняя. Нет. Так, подожди. Как тебе пропустила охрану? А у меня лицо доброе. Ну что? Ударница капиталистического труда. Ибо съесть хочешь. А умыться, переодеться. В нашем туалете вот там кран горячий, воды работает. Ага. Ну что? Пошли. И тут прямо, и налево. Я тебе отвезла и пасту, и зубную щетку, и мыло, и полотенце. Так что все. А это одеть. А теперь, видишь, что-то свежее. А потом я еще пирожки принесла. Так что с тобой потом поедим. И конфеты. Тишина, ты святая. Так, я буду сюда. Налево. А ты сладкое любишь? Что, я? Так и а то. Третье будешь. А что отвечает? Дашка у нас ожила. Во. Ожила. Куда у тебя? О, налево. Дверь. Ага. Губы сейчас с ней. Жду. А жила. А жила. Губы, 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 губы. Губы не надо. Губы я вчера. Ну, налево. Да? Не будешь? Ага, точно, точно. Так, волосы как? Назад, да? Все уберем. Все уберем. Ага, аккуратненько. Уберживаем. Обязательно. Ага. Правильно. Так. Вот. Все? Так, глянь. Сзади нормально? О, хорошо. Хорошо. Так, глаза есть, губы не нужно. Здесь все в порядке. Ну, что, строго, прилично, главное по-деловому, а? Ну, как, нормально же? Да ты прелесть. Ты такая красивая, да? Ой, солнышко бывает. Ну, все, можно работать. Давай. Пошла. Давай. Спасибо. 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 Рома, привет. Хм, доброе утро, пап. Я тебя разбудил? Нет, что ты. Мы с Митей давно уже не спим. Завтрак готовим. Почему это делаете вы? Давай-ка маму, мне надо с ней поговорить. Это невозможно, пап. Почему? Она спит? Не здорово, что ли? Нет, мама не дома. А где она? Подожди секунду. Куда это ее понесло в такую рань? Ну, она не ушла, а она еще не приходила. Митя, иди есть. Подожди, Роман, я с тобой разговариваю. Ну, пап, я же тебе говорю, мама не ночевала дома. Что? Подожди. Подожди, подожди. Папа звонит. Что ты так спокойно об этом говоришь? Пап, я нормально говорю. Что значит, не ночевала дома? Мама задержалась на работе. Пап, ты скажи, что тебе нужно? Мы ей обязательно передадим. Не понял. На какой? На какой работе? Как с ней связаться? Да, в принципе, ты сам можешь ей перезвонить. Запиши ее рабочий номер. 748-28-19. Ага. Да, и Митя передает тебе привет. Да, ему тоже передавай. А, номер записал? Я запомнил. Хорошо. Я тебе еще попозже перезвоню. Ну да, пока. Пока. Я тебя разбудил. Доброе утро, Вика. Доброе. Кофе я заварила. Пирожки с капустой. Что? Пирожки. Угощайтесь. Спасибо. Я выполнила ваше задание. Вот. Это что, текст, да? Угу. Ну, поправки внесены. Текст распределен нормально. Ну, я надеюсь, ошибок нет. Ну, хорошо. Тогда поручите мне еще что-нибудь? Пожалуйста. Ну, пойдемте. Пойдемте со мной. У нас сегодня в офисе очень важное мероприятие. Будет 15 персо. Спасибо. Я отвечаю за мероприятие. Вы мне поможете? Конечно. Говорите, что нужно делать. Угощайтесь, пожалуйста. Знаете, я, честно говоря, терпеть не могу вот эти устраивания банкетов. Дайте мне кучу документов. Прикажите отпечатать контракт на сотни страниц. Я с удовольствием сделаю. Но устраивать приемы с угощениями, это мучительно для меня. Я не разбираюсь в деликатесах. Директор очень требовательный. Приемом занимается какой-нибудь ресторан? Нет, Карина заказала еду в какой-то ферме и утверждает, что ферма специализируется. Ну, тогда нет смысла волноваться. Вы украшаете пирожку? Вы уверены, да? Ну, конечно. Съешьте, пожалуйста. Уже четыре часа. Где ваши специалисты по банкетам? Не волнуйтесь. Ксюха звонила, скоро будет. Кто такая Ксюха? Это моя подруга. А вот и она. Всем привет. Я Ксюша. Это Ваня. Он будет за официанта. Ваня, выкладывай. Как у вас здесь круто. А здесь можно курить? Простите, нельзя. Так. Ну что, начнем? Танечка. Скажите, а вам кажется, что у них достаточно опыта для проведения банкетов? Конечно. Рыбу любой дурак сварит. Ксюха прорвется. Да я вижу, что она прорвется. Продюмена. Смотри, не правда красиво? Ага. Выглядит красиво. Но рыба сырая. Да, Аша. Что вы такое говорите? Ну, сами посмотрите. Ломтики розовые, прозрачные. Она явно недоварена. Кстати, крабы приготовлены правильно. А вот креветки меня смущают. Вообще, знаете, что отравление моллюсками по тяжести сравнивается лишь с животулизмом? Ксюша, еда сырая. Выпасти. То есть быть такого не может. Я старалась изо всех сил. Салат тоже никуда не мядет. Вы уверены? Ну, с компьютером я работаю плохо. Мы в кулинарии разбираемся. Я приготовила лосося точно так, как написано в книге. Довела воду до кипения и выключила. Ну, а вы оставили рыбу в воде до тех пор, пока она не остынет? Нет, а надо было? Ой, мамочки. Я вообще-то специализируюсь на кондитерских изделиях, на тортах. А такие закуски я впервые делала самостоятельно. Ну, все. Осталось полтора часа. Ничего не готово. Я во всем виноват. Все. Можно вешаться? Спокойствие. Только спокойствие. Взяли себя в руки. Дышим. Ровно. Так, а сыр, между прочим, хороший. Его в полиэтилен и в холодильник. Салаты испорченные выбрасываем. Рыбу попытаемся спасти. Ксюша, берите Таню и Ваню. И в супермаркет за продуктами. Что купить, я скажу. Нет уж. Лучше запишу. Дмитрий Александрович. С приемлема. Привет, Саша. Неужели соскучились? Соскучился. На самом деле, я на один день только. В одну деревню надо смотаться по делам и обратно. Такси скромненько, без изысков. Как просить. Спасибо большое. Я вам нужен? Да нет, сам справлюсь. Все, счастливо. Если что, позвоню. Бонжол. Не отпускай меня, Дубраве шепчет август. Но лето по чуть-чуть Сдает свои права. И скоро над рекой Свергнет багровый парус И в пламени сгорит Опавшая листва Щемящую тоску В полях разносит ветер За солнцем и теплом Грачи уже в пути И кажется, что нет Печальные на свете Чем слышать в летний день Осенние Прости Не отпускай меня Пусть будет все, как раньше Не отдавая тепло И сентябрю Не верит Красивые слова Полны осенней фальши И мается душа В предчувствии потерь Не отпускай меня Дубраве шепчет август Но лето по чуть-чуть Сдает свои права И скоро над рекой Свергнет багровый парус И в пламени сгорит Опавшая листва Добрый день Добрый день Простите Я ищу мадам Бланк А ее нет Она в Москве У своей дочери А с кем имею честь? Меня зовут Дмитрий Булычев Я как раз приехал из Москвы Очень приятно Меня зовут Люпен Я их сосед А что-нибудь случилось? Нет, слава богу, ничего Мне нужна информация Моей жене И много лет назад Она вместе с мадам Бланк Летела в одном самолете А, понял Танюша, взбиваем до конца Добавляем баллогарский перец Зелень и ветчину Ой, все нормально Народ подтягивается Уже кое-кто даже кушать стал Все улыбаются пока что Ну вот видите Ой, слушайте, как жалко Что у нас нет нормального десерта Апельсины Это кажется мне не серьезно Даша, что с яблоком? Ну и чистим Ой, что вы здесь делаете? Вот это приятно Ромочки, я тоже закончу Привет Познакомьтесь, мои подруги Марго и Анна Приятно А, да, пришли, так сказать Поздравить с началом трудовой деятельности Даша, это тебе торт от нас По особому французскому рецепту Ну, вот Десерт, вы боялись Руки, где можно помыть? В углу Будем тебе помогать Красота Даша, это что, к столу? Ну, конечно Ой, как красиво Тебе повезло А как давно вы знаете Марго? Я знаю ее Уже около 15 лет Это потому, что я был у них в доме семейным врачом Она жила уже во Франции Была замужем за пожилым господином Он ее любил, как собственную дочь В каком смысле? В прямом Дело в том, что они поженились Для того, чтобы Марго получила французское гражданство Понятно То есть, Марина Дочь Этого француза? Нет Дело в том, что во время авиакатастрофы Марго уже была беременна И Никто не знает, кто является отцом Марины Скорее всего, какой-нибудь русский Вы извините, но я действительно Мало чего знаю об этой аварии Поэтому Не могу вам ничем помочь Вы меня простите Я Гоняюсь за призраками Спасибо вам за все Спасибо за прием Я, пожалуй, поеду Получается, что Марго Ничего никогда не рассказывала О своей жизни в России? Ничего, никогда и никому Проблема в том, что ее жизнь Всегда делилась на две части До авиакатастрофы и после Все, что касалось до Это всегда было под запретом Никаких фактов Никаких фотографий Документов Ничего Единственное, вот осталось Некоторое количество старых газет на чердаке Почему-то Марго до сих пор их не выкинула Каких газет? Ну, разных Русских, французских Которые писали об этой авиакатастрофе Если вам интересно Действительно, очень интересно Если у вас есть время Я бы с удовольствием посмотрел Давайте Гости в полном восторге Говорят, что ничего подобного не пробовали Представляете? Сытые, довольные, пьяные Господи, как я рада, что уже пронесло все Даша, я уже там жениться Вы нас спасли Что я могу для вас сделать? Да? Сейчас, сейчас Где-то здесь я видела Ага, стоит Видела бутылочку? Девчоночки, вот мы ее и хлопнем И тортик, тортик остался Замечательно Наши отличные идеи Только стаканы минусы Заслужили Ничего страшного Можем Так Спасибо Хорошо Даша, ты выпьем? Даша, кстати, ты очень классно готовишь Ты где научилась? Сама Я думала, если я буду мужа кормить по царству Он будет со мной до гробовой доски И в этом результат Я умею готовить фаршированную кукуропатку Но муж ушел к другой Ну, кстати, фаршированную кукуропатку Это тоже неплохо За нас Ой, девочки Вы так вкусно готовите Слушайте, а чего бы вам фирму не организовать? Вас трое Кстати, хорошая мысль Я, между прочим, безработная Марго Тоже без дела шатается И тебе Приемно сидеть По-моему, небольшая радость Вообще идея, а Надо подумать Нет, здесь Уже ничего Не найти интересного Эти фотографии мы смотрели Что здесь еще есть? Ну вот Это рентгеновские снимки после операции После какой операции? А, я вам не говорил У Марго после авиакатастрофы очень сильно пострадало лицо И сделали ей пластическую операцию А, эти фотографии? Это фотографии из моего архива Откуда это у вас? А вот это вы не должны были видеть Почему? Потому что это я обещал Марго уничтожить Это единственная фотография Сохранившаяся от ее прошлой жизни Еще до авиакатастрофы Это моя жена Я желаю всем Приятного аппетита Не верится, Роза Не верится, что мы летим в Россию Это все так неожиданно А я всегда знала, что Марго нас вызовет Потому что ей необходима наша помощь В этом грандиозном проекте По созданию ее нового ресторана Приятного аппетита Умираю, сил нет, как хочу в Россию Мадемуазель Мадемуазель, будьте любезны Дайте мне еще коньяку Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Я не понимаю Я не понимаю, что нужно было сделать За этими продуктами Чтобы получилось вот такое Я не понимаю По-моему, неплохой салат Да это по-вашему, месье Вы кушаете Здоровье это не повредит А вот на настроении Очень отразится Во мне Бунтует весь мой профессиональный инстинкт Когда я вижу вот это Как портятся продукты Мадемуазель, заберите Я не буду это есть А вы ешьте Заберите А кто вы по профессии? Я повар Международного класса Я еду в Москву, чтобы Спасать одного Идиота От банкротства Месье, умоляю вас Не надо это есть Не надо Мадемуазель, заберите у него Если вы не настаиваете Я настаиваю Я настаиваю Месье Месье, вы не меня встречаете? Какой же я рад Господи Как я рад Не надо так активно Я говорю, не надо так активно Приходите меня тискать Сейчас люди подумают, что мы с вами женаты Не трогайте меня Я приехал Чемодан лучше мой возьмите Ну да, да, да Если бы ты знал Как я настаиваю Что случилось? Ну, ресторан Будто сглазили Посетителей мало Постоянные клиники ходят Говорят, не вкусно Отказываются есть Солы в шоколаде им подавают Ну, где я им возьму? Я им на грани разорения Жерар Месье, месье, что вы так волнуетесь? Это все естественно В Москве очень большая конкуренция Надо просто бороться Ну так, а потом вы там калашникова, что ли? Что вы несете? Каким автоматом? Во-других методов нету Нужно бороться кулинарным способом Вот и все И все будет хорошо, да? Конечно Я говорю, хватит меня тискать Да, да, да Жизнь Давай помой Берите Вы обещали нести мой чемодан Вот и несите И еще Я знаете, что вам посредит? Лучше верните в наш ресторан Наш бывший директор Анечку верните Ты понимаешь, что Что? Директор бывший моего ресторана Она же Ваша бывшая жена Она же моя бывшая Я знаю А невеста Она как-то совершенно Ни что-то случилось? От рук отбыл За ней, нет Просто она Анна Петровна Что? Набралась наглости И Рестоянство открылось Заразом Какой ресторан? Да какой С прямомпасами всякими Всякая вкуснятина называется Там можно все что угодно Можно в зале есть Можно домой заставить Заказать Банкет Там День рождения Свадьбе Все что угодно Музыка живая каждый вечер Ну что, процветает Процветает Но самое страшное Процветает она На нашей улице Прямо вот Напротив Моего ресторана Она Великолепная Заказа Идемте Музыка 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 Не холодно тебе? Нет, нормально Хорошо Музыка 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 Музыка